площадки передвинул вперед на 4 сантиметра но впрочем об этом я расскажу в видосе в этом но нарисовалась другая проблема теперь не хватает длины тросиков на тормоза до их крепления вот сейчас буду решать эту проблему быстро и просто но об этом наверное будет следующий видос потому что этот получился ну слишком длинные мужики не обессудьте ну пытался его как-то урезать ну тогда теряется весь смысл всего сказанного и отснятого как-то так но сейчас я это все дело исправлю друзья всем привет не думал что это будет интересно замена моста в общем план действий какой сейчас раскидываю тракторок и все это дело меняю дальше хочу вот эту площадку передвину передвинуть на 4 сантиметра вперед до этого среза вот она подвинется вместе с педалями помните да принципе сейчас покажу все крепления завязаны на этой площадке на съемная держится на трех болтах там и два болта держит ее крыло чтобы она на излом сюда не шла также крепление тросиков на ней с той стороны аналогично поэтому откручиваю передвигаю засверливаясь прикручиваю сложности никаких так также подниму крыло подниму вверх тоже съемная поднимаю просверливаюсь прикручиваю для того чтобы здесь мужики очень маленький зазорчик тоже получился из-за чего поставил луазовскую резину она по диаметру побольше чем обычная резина вот с обычной резиной зазор здесь я точно уже не помню такой приличный а вот с луазовской она уже как бы впритык ну соответственно когда подвинется площадка на 4 сантиметра появится зазорчик и здесь вот так же подниму на 4 сантиметра вот такой план действий все давайте сейчас раскидаю а там покажу еще может некоторые моменты которые будут интересны так ну под раскидал тракторок тут я не знаю сколько времени прошло все на болтах минут 20 наверное то с двумя перекурами вот поскидывал все тросики с педалей цепочек под растянутый раз и натянуть цепочек когда буду собирать все сейчас его стёгиваю коробку стропой краном по придержу откручу и опущу ну а почему удобно что я буду мучиться держатами снизу подставлять когда вот оно все рядышком все продолжаю разбирать так под раскидал еще немножко добрался до самого интересного цепочек прослабленный это понятно натянем смотрите какой ход в редукторе колеса стоят наверно многовато да что что может быть делайте ставки говорится господа следующем видосе буду его разбирать потому что ставить буду мост готовый уже напомню там стоит двоечный 0 2 редуктор так что кто чё скажет может что-то с полуосями со шлицами может что-то с сателлитами может быть что-то с пальцем сателлитов а может быть еще что короче ждет сюрприз коробка вот вся в масле я не знаю из-за чего это вот сверху может быть такое что вот хомута здесь нету на резинке из-под резинки вот здесь всем сифонит может такое быть или не может потому что вот оно все сверху и вот так вот вокруг карабаса не знаю так мужики на пока коробку не снимал решил сразу доработать кое-какой моментик рамы у меня скрученные они не сваренные вот верхняя нижняя будем говорить полу рамы до в одну раму спереди стоит болт на 14 этот болт на 10 вот но через них еще проходит крепление до коробки и вот чтобы их расцепить надо открутить коробку неудобно да поэтому взял коробку на 25 сверло достал и вот через прямо через болт накладил никуда она там не уводит просверлился здесь просверлился но сейчас и там тоже просверлюсь вот и когда если вдруг когда-то понадобится раскатить трактор в разные стороны можно даже не снимать вот это все скинуть тросик с педали сцепление и скинуть тросик с педали газа скинуть ремни открутить четыре болта и все это вот так вот разъезжается в разные стороны вот такие вот дела то есть все максимально должно быть просто и удобно ну вот и вторая готова сверлил не надо дни до конца специально потом болт когда сниму рамы расцеплю поставлю коронку она уже из канавки никуда не уйдет и просверлю насквозь ну так чтобы вторую раму не зацепить вот откатил и просверлился он таки эти валяются все замечательно рама уже как бы отдельная не снимают спереди ничего вот если бы изначально было это сделано у меня не было коронок то возможно не пришлось бы снимать стойку можно было вообще ничего не снимать мужики даже двигатель можно было бы не снимать ну раз начал же да то есть я повторюсь еще раз скинуть тросики скинуть ремни открутить четыре болта и откатить по большому счету сейчас переднюю полу раму можно полностью собрать вот так все просто все сейчас чуть подставлю коробку опущу вниз вот раму держит снизу прихватил держится вот такие вот дела так мост вварил все замечательно выставил хвостовик выставил ровненько по отношению грамма грамме вот полуавтомат льет швы как масло на хлеб мажет обалденно миллиметровая проволока провар сумасшедший это мне нравится как же мужики офигенно иметь крану в мастерской это капец короче коробку схватил на стропами не прикручивал ничего проверить не ошибся ли я с уголками с разметкой потому что уже все приварено мужики на ухо крепление как-то так но тем не менее звезды как показать не знаю надо было свет включить звезда напротив звезды стоит что здесь что мужики здесь как-то так здесь просто выставил вот так оно должно быть натяжечку дал но так уперлась все можно даже и цепь сейчас накинуть и посмотреть если будет слабенькая чуть-чуть вот эти крепления подвыгну может даже их и выгнула от нагрузки ну слишком они слабые здесь вот как-то так может цепь растянулась посмотрим а может звено одно выкину поставлю полузвенок и она как раз станет меньше но сейчас будет видно есть света в общем непонятно было без цепи надо ли равнять крепление которое держит коробку оказывается мужики все замечательно цепь натянулась не болтается пришлось прикрутить конечно чтобы это все дело все таки стало так как надо вот на 4 болта все схватил вот то есть все неудобно схватиться незачем вам пора поверну все замечательно натянулась та же самая мужики цепь оказывается скорее всего почему она была такая слабая вот эти уголки немножко их провернула согнула ну скорее всего может быть они у них толщина не знаю на миллиметров пять вот а сюда я поставил мужики вот такого плана 10 миллиметров на крепление я думаю точно уже никуда не денется и медот разгибания все таки 5 и 10 разница огромная как-то так все наверно на сегодня мост еще горячий но надо будет коробку завтра помою с мойки заменю прокладки вот эти рыхлые посажу на герметик у меня ремкомплект новый есть за меню поставлю здесь стяжку пластиковую вместо хомута может не будет потеть и пыль собирать как-то так редуктор будет стоять троечный мужики с двоечным какая-то печаль вот хвостовика что же там может быть что может быть шлицы одна полуось напомню нарезанная какая-то другая сваренная как я сейчас варю кто кого какие прогнозы вот мужики для примера вот пока два редуктора рядом еще разок смотрим до люфт здесь и какой должен быть люфт слышно вот как только на главной паре зазорчик между шестернями и все такой должен быть люфт но никак не такой опять же по этому чулку где он треснутый по зачищал сделал про пропилы такие болгарочкой не насквозь достаточно будет в четырех местах всего здесь аж вниз пошла трещина вот сюда сейчас попробую заварить конечно вот тут опасно но сейчас болт закручу такой где резьба не полностью чтобы потом его если чем можно было сорвать если вдруг прихватит а если вдруг прихватит да и там что то будет с резьбой ну метчиком пройдусь поправлю и так мост полностью собрал осталось теперь снять отсюда тросики и барабаны отсюда забрать они крашеные черные все равно на другой самоделки ними не понадобятся эти барабаны поэтому пойдут сюда значит к жажки к жажки поставил мужики с эксцентриками вот эти болты для того чтобы разводить колодки кто не в курсе были раньше такие вещи как вот на колодку если смотреть вниз давлю разводится да также в обратную сторону вот здесь было не совсем удобно так как вот эти цилиндры у меня не задействованы и тормоза механические и они постоянно в сжатом состоянии то есть колодки от самих барабанов имели большой зазор и пока педали не выжимаешь слишком большой ход получался пока их раздавит в обе стороны вот и чтобы этот момент тоже поправить нашел к жажки не хватает но здесь тоже нету в общем подобрал с эксцентриками так что мужики смотрите кому кому то может пригодиться этот моментик как то так все сейчас оттуда снимаю сюда ставлю мост переворачиваю прикручиваю и пока он будет перевернутый здесь вместо сапуна поставил болтик заглушил залью масло через сливную пробку через воронку есть у меня нагнетатель ну им надо качать и все это очень долго вот как то так ладно продолжаю дальше на этом мужики можно в принципе видос и закончить как я уже вначале сказал осталось решить проблему с длиной тросов как я буду решать кому интересно обязательно оценивайте пишите комментарии потому что знаете да я всегда не ищу сложных путей у меня все по-простому вот также пишите комментарии насчет того интересен ли видос по вскрытию вот этой вещи я думаю интересен не самому интересно поэтому всем пока с вами был санек скоро увидимся еще друзья на себе сегодня случайно просверлил палец сверлом двойкой сорвалась сверло и все это произошло очень быстро резко ощущение непередаваемое кровище было тут конечно немерено ну по протирал вроде на камеру незаметно как-то так